Там у стражей из первой части у дедов. 11 июня 2019 года в календаре красным маркером обведено, а все потому что в этот день в игре должен был появиться квест на экзотическую ракетницу Труф. Ну или истина в русской версии. Квест появился, квест пройден и если ты ищешь инфу о том как его пройти, как его найти, как быстрее закрыть, то устраивайся поудобнее. Ты нашел что нужно, ведь это канал Трипл Вайп и я Джонни Лейни рассказываю на нем о каждом квесте, что появляется в Дестни 2. Итак, для того чтобы начать квест, вам следует отправиться в новую активность, Паноптикум, и победить в ней финального босса. На этой неделе он новый, Огр Арунак. Итак, валим босса, лутаем листок бумаги, нормальный такой экзотический листок. На нем непонятным языком что-то написано. Написано так сложно, что понять может только синяя девушка из города грез. Значит летим к Петре Венч и показываем ей нашу находку. Она сразу выкупает что к чему и говорит, что это квестовый предмет на ракетницу какую-то. И что начать нам поиски этой ракетницы надо с высшего испытания. Берем баунти на вышку, пьем на стойку, отправляемся в вышку. Она на этой неделе в заливе утонувших желаний. Если ты смотришь это видео через неделю, через две, не надо мне писать в комментариях, что я прилетел туда и там нет высшего испытания. Оно в другом месте, таблица есть в нашей группе. Из финального сундука достаем релик с частями карты, с трекингом 0 из 4. Смикаем, что нам нужно найти 4 куска карты. И то ли багом, то ли чудной щедростью, но их можно просто забрать у Петры. Но то есть это наверняка сделано для того, чтобы если какой-то криворукий страж случайно разобрал квестовый предмет, то он бы мог забрать его у Петры. Если же вдруг они пропадут у нее, или это пофиксят, или у вас их там нет, придется получать все, так сказать, истинным путем. Первый фрагмент на Нессе, в могиле Смотрителя. Тут вам нужно выпить на стойку города грез и пропрыгать к сундуку на парящих платформах. Второй фрагмент падает из Огра, который прячется в обломках корабля Улья на спутанных берегах. Третий в городе грез, на таких же парящих платформах, в центральном входе к рейду или к колодцу. Четвертый в локации резервуар на Нессе, также на платформах. Такс, собрали все. Теперь изучаем задания на каждом фрагменте. Они элементарные, но все же лучше я обращу ваше внимание на некоторые детали, чем вы закидаете вопросами бедолаг в комментариях и админов, которые отвечают на сообщения группы в нашем паблике. Кстати, пот он красивый. Первое задание. На контракт Корсар в беде. Получить его можно из убитых, презренных в городе грез. Контракты все с разными заданиями, но уверен, что вы с ними знакомы. Займет их выполнение от силы минут 10. Изи. Второе задание. Убить 100 противников расы Улей на спутанных берегах. Берем себя, везем себя на локацию канал Сорикса и прыгаем в затерянный сектор сразу перед местом спауна. Проходим пару раз. Изи. Готово. Третье задание. На Нессе. Из ракетницы убиваем любых мобов, находясь под воздействием вещества из города грез. На стойке, то бишь. Летим в край артефакта, затерянный сектор, берем катушку, два залпа. Готово. Секрет в том, что прогресс засчитывается сильно быстрее, если убивать много противников сразу. Ну, как секрет? Это вообще-то черным по белому написано, но все же. Четвертое задание. Просто хардкор-хардкорный в сравнении с предыдущими. Нужно пройти аж три раза сумеречный налет и убить за их прохождение аж 60 противников из ракетницы. Тяжело, ага? Нет. Ставьте минимальный мод на карточке сумеречных налетов и все с той же катушкой, просто проходите три Найтфола. Управитесь со всем этим за часок. Если каким-то чудом не добьете килы, залетайте в полое логово и в ближайшем затерянном секторе добивайте килы. Когда выполните все задания, сдавайте, заполняйте шкалу на карте и получайте финальное. Пройти налет надзиратель пустоты. Не нужно сумрачный, достаточно обычного. Главное, пройдите его под все тем же действием, все той же настойки. На налете вас будет ждать дополнительный скрытый сундук, в который влезла такая жирная ракетница. Чтобы его обнаружить, вам нужно найти за время прохождения налета 5 реликов. Я покажу сейчас расположение, но что-то мне подсказывает, что наверняка бывают еще точки их спауна. Достаточно найти 5 реликов и тогда в финальном зале после сражения с взбесившимся прислужником вы сможете пропрыгать бонусный платформер за наградой. Продолжение следует... Поздравляем! Вы великолепны! Получили награду! Заметили, кстати? Заметили, что квест как вы хотели, не? Ну, камон, он же совсем без пвп этапов. Простой и понятный. Такой понятный, что ты все равно гайд до конца досмотрел. Ирония еще и в том, что ракетница эта создана и работает только для пвп. А вот в пве, ну только для казуальных активностей, боссов с нее убивать мы вряд ли на рейдах начнем. Так что разве что в налеты можно брать с пустотным ожогом. Зато у нее 3 ракеты в магазине и хороший трекинг. Не конский, каким он был в первой части, но хороший. Хотя, кстати, умельцы там на датамейнили, что на ракетницу будет доступен катализатор. И, вероятно, он как раз и докрутит трекинг. И тогда можно будет снова стрелять в воздух и убивать затреканного бедолагу. Подпишись на канал, если ждешь подробного обзора этого экзота. Зачем и к чему. И моих впечатлений от него. А на этом пока все. Спасибо за просмотр, поставь лайк под видео и счастливо.